Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня мы поговорим о том, каким образом закончить черную полосу в своей жизни. Вы наверняка неоднократно думали о том, что почему у меня началась вот эта череда, эта черная полоса, и ее нужно переждать. И скажу вам честно, я тоже раньше так думала, что в жизни просто есть полосы, и что нужно дождаться, когда она закончится. Но позже, когда я начала заниматься изучением сил нашего разума и вообще пониманием более глубоким, как устроена наша жизнь, я очень четко узнала и осознала, что все эти черные полосы мы создаем себе сами, и что полностью управление нашей жизни принадлежит нам, точнее нашему мозгу и нашим мыслям, которые и притягивают в нашу жизнь все то, о чем мы думаем, и иногда не в конкретных вещах, а именно в секторе позитивного или негативного какого-то такого момента. Безусловно, в жизни есть законы, такие как закон притяжения, такие как закон, когда у нас есть такой баланс, когда необходимо балансировать, и порой есть какие-то моменты, знаете, такого черненького и беленького зернышка. Но если говорить о каком-то таком глобальном понимании полос, то по факту их нет. И прелесть заключается в том, что если вдруг, как же нету, да, если вдруг вы находитесь в такой ситуации, когда вам кажется, что вот у вас как раз череда, одно за другим, одно за другим, прелесть заключается в том, что в этом видео вы узнаете, каким образом это возможно изменить. Ну и самое главное, конечно, это возможно изменить, пожалуй, это лучшая новость. Итак, давайте с вами начнем. Я уже вам сказала о том, что главным таким вот пультом, как я называю, управления от жизни являются наши мысли. У нас с вами огромное количество мыслей, которые возникают в нашей голове каждую секунду, мы не все даже с вами способны осознать и понять. Но дело в том, что эти мысли глобально делятся на две категории. Мысли, которые приносят в нашу жизнь что-то хорошее, например, когда вы думаете, какой солнечный день, как замечательно сегодня, что я сделаю, какой я молодец, сейчас я куда-то поеду, что-то там. И мысли, которые являются деструктивом и которые, так знаете, если бы мы были с вами каким-то коктейлем, то это был бы осадок. Это когда вы думаете о том, что блин, что-то у меня болит, это у меня проблема, у меня не хватает денег, у меня какие-то плохие отношения. И, в общем, вот эти вот все мысли, которые выходят из осадок. Удивительным моментом является то, что если большинство обычных людей начнут фильтровать свои мысли, то вы увидите, что осадка сильно больше, чем вот этой позитивной пленки. Ну а как же, скажете вы, ну а как может быть, реально денег не хватает, президент хреновый, тут еще этот коронавирус, непонятно, что там будет дальше. И как-то вот у меня меня уволили, а женщина меня моя бросила, или парень меня бросил, выгляжу я не очень. Вот думаю, за какие деньги купить новые сапоги, а если еще дети есть, то это вообще капец. Потому что еще на этих детей нужно куча денег, а дети вообще бесят. И так, потому что не слушаются. И вот жизнь человека превращается в такое сражение. Ощущение, что большинство людей, которые приходят в мир жить, они приходят с болью такого сражения, и с нетерпением все ждут пенсии. Когда можно не работать, когда можно еще больше жаловаться, потому что пенсия тут тоже маленькая, нищенская, а эти гады наворовали. Ну какие-то там. И конечно, многие из нас с вами прекрасно знают, Боже, какие отвратительные дороги в нашем городе. Многие из нас с вами прекрасно знают, что такие люди находятся в большинстве, и с ними очень тяжело находиться. Но мы не замечаем, что очень часто такими забавными, гнусными людишками являемся мы. И мы вроде как говорим о позитивном мышлении, о том, что мы такие позитивные и классные, но будем когда-то. Сейчас у нас же проблемы. Как я могу говорить о том, что у меня все в жизни хорошо, если у меня сейчас долги? Мне нужно отдать долг, повторяет человек, бесконечно. И его долг в этот момент только растет. Потому что то, о чем вы думаете, и то, о чем вы говорите, прекрасно прорастает и процветает. Не только в нашем сознании, но и в энергетическом поле, из которого и состоит весь наш мир. Потому что каждый из нас, каждая наша мысль имеет энергию, все имеет энергию. И если бы мы с вами в фантастическом фильме могли увидеть все эти ниточки, мы бы увидели, что мы находимся в бесконечной паутине, только разных цветов. А теперь вот представьте, что ваша паутина черненькая, потому что у вас там все время проблемы и недовольства. Она так вот светится черным. Но есть паутина красная. Вот если вы посмотрите на мир, вы увидите очень много черных паутин, вы увидите где-то красные всплески. И наша ключевая задача для того, чтобы мы перестроились с одной полосы на другую, с черной на белую, ну давайте пусть паутина у нас будет белая, наша задача очень простая, нам нужно изменить наши мысли. Как это сделать? Скажете вы, у меня же плохо, я что, как дурак, буду говорить, что у меня все хорошо, я буду говорить, что у меня нету долгов, я буду говорить, что у меня не болит колено, если оно у меня болит, и вообще все у меня болит. Значит, по факту да, вы правы. По факту вы действительно должны перестать об этом говорить и перестать об этом думать. Помните, такие истории бывают, когда у вас что-то болело, например, что-то такое было негативненькое, но вы так на что-то переключались и увлекались, что вы об этом забывали. Я знаю, я была артисткой, и я знаю бесконечное количество артистов, которых перед сценой что-то кусало, меня когда-то укусила оса, и у меня просто нога распухла так, что она разорвала ботинок, в котором я находилась. Но это случилось после. А перед этим я вышла на сцену и 45 минут отпрыгала так, как будто бы никакая оса меня не кусала. Соответственно, у нашего мозга есть такая фантастическая особенность. Он может это убирать. Когда мы переключаемся, и какая-то другая эмоция и мысль становится для нас наиболее важной. Ну, представьте себе, не хочу такого, но представьте, не дай бог. Вы пришли, там вы очень голодны, вы говорите, вы вообще едете очень злой, потому что вы очень хотите есть, просто капец вообще, вот все, вы добегаете домой, и в этот момент вам звонит там мама, или вам звонят из детского сада, или откуда-то вам звонит друг и говорит, срочно приезжай. Ваш голод моментально отступает, моментально. Вы забываете вообще о том, что вы хотели есть, вы уже едете, у вас уже совсем другие мысли. Ну, это связано с волнением, но это бывает и в радости и так далее. Не важно. То же самое, когда, почему мы худеем, когда мы влюблены. Да потому что нам вообще не до этой гребаной жрачки. Вообще другие у нас гармончики играют. Соответственно, мы можем перестроиться с одной волны на другую. Так вот, наша задача это сделать. И прежде всего, для того, чтобы это сделать, первым фактором является не перестройка того, что, ну, окей, хорошо, я буду просто говорить. Нет. Наша задача является, я это называю, отловить наши мысли. Нам нужно засечь на радаре. Вот сейчас я еду, и меня для того, чтобы обвинить в том, что я, например, превышаю скорость, нужно засечь на радаре или на камере, чтобы была зафиксирована моя скорость. Нам необходимо зафиксировать наши негативные убеждения. Как правило, мы этого не делаем и не понимаем их негативность до тех пор, пока не слушаем такие видео, не попадаем в какие-то программы, не начинаем акцентировать на этом внимание. Точно так же, как когда вы едите еду, и вы понятия не имеете там, худеете вы от нее, толстеете, как в детстве, вы просто ее едите. Но когда вы начинаете понимать, что вам не нравится ваше тело, а каким-то образом оказывается это связано с питанием, вы начинаете разбираться, вы узнаете про жиры, белки, углеводы, калорийность, быстрые углеводы. И тогда, перед тем, как что-то положить себе на тарелку или купить в магазине, вы уже понимаете, зачем там вообще прилеплена эта этикетка, на которой написаны какие-то составы, калорийность указана. Вы уже думаете вечером, ага, торт я не буду есть. Вы не думаете с позиции того, что какая разница, когда съесть торт утром или вечером. Вы уже знаете, что это быстрые углеводы, которые тут же уйдут к вам с жиров. И вы не будете есть торт вечером. То же самое происходит и здесь. Изначально мы разбираемся, как наши мысли влияют. Так вот, всякий раз, когда вы говорите, я болею, у меня долг, у меня проблемы, что-то я себя неважно сегодня ощущаю, я боюсь, что у меня не получится, я переживаю, что это все не сработает. Да, я пришел, я верю, но мой муж в меня не верит. У меня вообще муж какой-то странный долбоебище. У меня, вот когда вы об этом говорите, представляете в этот момент, что это по велению волшебницы, которая сидит у вас на плече, все начинает проявляться в вашей жизни. Мало того, вы можете даже об этом не говорить, вы можете вести молчаливый диалог в своей голове, и мысль в это время плетет эту паутину. Поэтому первое, как только вы замечаете, ага, мне казалось, у меня нету негативных мыслей, что я только что сказал? Я не угнусь! Часто повторяла я себе, приходя на растяжку в шпагат, я вообще дерево. Сейчас все знают, что я женщина-каучук. А раньше я говорила, я дерево. Нет. Когда вы говорите, я боюсь, что мне будет больно, вам непременно будет больно. Поэтому вы говорите своему телу, я расслабляюсь, и максимально безболезненно все проходит. Ваша задача отловить и затем заменить на противоположную формулировку. Не мы с мужем ссоримся каждый день, а мой муж меня очень любит и всегда понимает. И ваша задача таким образом, отлавливая эти мысли, начать их перестраивать. Делая так, я всегда привожу пример, если вот у меня была бы сейчас с собой моя любимая такая штучка, делаем так, что будто бы у нас грядка, на которой растут луковицы. Мы хотим луковицу убрать, но как только мы луковицу убираем, она зарастает таким, знаете, бурьянчиком. Поэтому нам необходимо сразу же, как только мы вытыкнули луковицу, посадить туда цветочек. И вот этот цветочек, для того, чтобы он пророс, нам необходимо как можно чаще об этом вспоминать и говорить. Представить себе, что наш разум это сад. И вот таким образом засадить новыми нашими какими-то цветочками, чем хотите, хотите морковками, чем вам будет интереснее в своем сознании. Но помнить, что если вы обнаружили негативную установку, но никак с ней не работаете, то она еще и бурьянчиком вам там, простите, все обгаживает. Соответственно, наша с вами задача над этим поработать. Когда вы начнете менять свои мысли и фиксировать на этом свое внимание, шаг за шагом, вы начнете замечать интересные вещи. Во-первых, вы начнете замечать, как много вокруг негативных людей. И это будет хорошо. Не то, что их много, а то, что вы это замечаете. Во-вторых, вы начнете замечать, что вы обращаете внимание на хорошее, и это отзывается. Вы вдруг увидите, что после ссоры с вашей половинкой, вместо того, чтобы, как обычно, на нее долго дуться, обижать ее и оскорблять, посылая ей мысленные, противоположные утверждения в виде того, что «я посылаю тебе любовь, у нас прекрасные отношения», вы увидите, что вдруг ваши отношения начнут налаживаться, и ваша половинка каким-то непостижимым образом вдруг придет просить прощения за то, за что никогда раньше не просила прощения, чувствуя другую энергию. Вы увидите, как ваша жизнь потихонечку начнет показывать вам другие краски. И это будет тот самый переход с этой черной, так называемой, полосы на другую. И какого цвета эта полоса будет, будет зависеть исключительно от вас. Потому что, если вы действительно к этому детально подойдете, вы увидите, что это работает. Это похоже на то, когда ты начинаешь менять свое питание, и утром вдруг, спустя неделю, видишь, что ты застегиваешь ту пуговичку джинс, которая раньше не застегивалась. И так далее, и так далее. Процесс пошел. Он крайне удивительный и крайне крутой. Мало того, вы вдруг осознаете, что оказывается белая полоса, так называемая, может быть всегда. И это невероятное осознание. Мало того, вы узнаете, что даже когда вы сделали что-то не так, вы будете моментально понимать, почему в вашей жизни сейчас происходит то, что происходит. Откуда эта ссора? Откуда эти проблемы с деньгами, со здоровьем? Стерто-стерто. Пусть ничего такого не будет. Но вы начнете это понимать. И вы начнете, как знаете, как будто бы в кране вода. Когда она течет, вы поймете, что надо закрутить. Почему вода горячая? Вот кран с горячей водой. Это не будет для вас, о боже, откуда взялась эта вода? Как мне вообще ей управлять? Почему она течет? Нет. А именно сейчас вот так выглядит жизнь большинства людей. Совершенно неуправляема. Вот эти фразы, бог дал, бог взял. Перекладывание ответственности на кого-то другого, это другая тема для моего нового видео, которое, я надеюсь, вы непременно посмотрите, если эта тема вам интересна. Если вы хотите научиться всем этим управлять, конечно же, я буду в каждом видео об этом говорить, я всегда буду рада вас видеть, тогда вы будете готовы к этому в моем марафоне Рерайтер жизни, который стартует каждое первое число нового месяца. Вы можете посмотреть, перейти по ссылочке, которая точно будет под видео или в профиле в Инстаграме, в зависимости от того, где вы найдете это видео. Вы можете перейти по ссылочке, почитать, обязательно посмотреть на отзывы огромного количества людей. Это крайне важно, потому что для меня, например, всегда важно, как это заходит другим людям, разным, увидеть, есть ли там люди, похожие на меня, с моими жизненными историями. Ну и самая хорошая новость, ребят, вы можете не просто получить жизнь своей мечты, вы можете ее создавать и делать ее каждый раз и каждый день такой, как вы захотите. На этой прекрасной ноте я вас обнимаю, желаю вам классного, позитивного дня, и я надеюсь, что если у вас были какие-то сегодня серые мысли, и мысли о том, что ваша полоса негативная не заканчивается, что сегодня, она прямо сейчас начнет свое изменение и переход, ну, можно начать с цвета фуксии, моего любимого, а потом плавно перейти в белый. Я вам этого искренне желаю. Обнимаю, ваша Оля Ермилова.